11 июня в 11 городах стартует долгожданный чемпионат Европы по футболу. 24 сборные на протяжении месяца поборются за трофей, который с 2016 года принадлежит сборной Португалии. Среди претендентов есть и Россия, которая после 2008 года никак не может выйти из группы. В связи с этим напрашивается вопрос, а почему все-таки в сборную России стоит верить? Именно это и именно сегодня мы узнаем в нашем новом выпуске «Соцвопросы». Скажите, почему стоит верить в сборную России по футболу? У нас хорошая команда и хороший тренер. Это достаточно. Потому что сборная России по футболу может выиграть, несмотря ни на какие сложности. Да, верить в нее нужно всегда. Верить надо всегда. Без надежды это как. Всегда есть надежда на что-то. И она умирает последней. Наверное, да. Ну потому что надо верить. Человеку нужно во что-то верить. Пусть это будет сборная по футболу. А Кенфеев, как всегда, задача-то, я считаю? Я считаю, что наши ребята молодцы. И у них все получится. Поэтому они стараются. Они в 2018-м старались. И в этот раз еще больше. Конечно, в нашу сборную стоит верить. Потому что наша поддержка, наша вера в них, я думаю, поможет в следующих соревнованиях. Не знаю, вопрос религиозный. Я бы не стал на него так вот перед камерой отвечать. Я вообще вам поддерживаю. Наших футболистов не только в футболе, но и во всех видах спорта. Короче, во-первых, мы играем дома. Во-вторых, в природных болельщиках. Во-вторых, у нас есть Заболотный, это самый легендарный нападающий в мире. И в-третьих, это Юра Жирков, Юрий Валентинович, который, я думаю, порвет фланг и сделает все, что надо для нашей сборной. Ну что, друзья, исходя из наших сегодняшних ответов, мы выяснили, что человеку обязательно нужно во что-то верить. И пусть в этом месяце это будет сборная России по футболу. Это был «Соц. Вопрос» и я, Надежда Мичерякова. Всем пока! Продолжение следует...